Ну, а вот через несколько дней, когда это всё осознает, осядет глубине сознания российского народа, это вопрос, кто виноват. Да что вы говорите, там уже вообще обсуждается в российских сетях. С одной стороны, вот эти нападки на Путина, а с другой стороны, уже отпущена новая свора прикормленных блогеров. А да, это суровое время, но нам нужно верить. Верить мы только можем в победу, в нашу верховную волонтероманчу и в Бога. Ну, вот такая будет борьба таких смыслов. Ничем хорошим она для Путина не кончится. Впрочем, такое совпадение, я на эту тему не буду, но замечу. Я же сегодня все ждали, основной информационный повод будет выборы. Так сегодня окончательно закончилась политическая карьера двух людей, ну, Путина. Она закончилась давно, но сегодня я тоже знал. Ну, и Трампа тоже. С этого места поподробнее, Андрей. С этого места поподробнее попрошу вас. Да, ну, не очень подробно, потому что наша ситуация важнее. Дело в том, что, ну, такова американская система, я давно наблюдаю, на промежуточных выборах, ну, как правило, побеждает партия оппозиционная президента. Ну, естественно, и американцы, народ такой, властей не жалует. За два года набирается много претензий. Поэтому все ожидали, что сейчас преимущество Палати представителей, которая вся бюджетный вопрос решает, там, по-моему, 10 человек преимущество демократов. Но все ожидали, что ситуация повернется, будет так называемая красная волна, и в новом составе будет там на 20-30 больше республиканцев. Ну, сейчас уже почти подсчет закончился. В лучшем случае будет на 1-2 человека больше республиканцев, то есть почти по ровну. А в Сенате сохраняется та же ситуация. По 50 сенаторов, но решающий голос будет демократов в сенате Сената и вице-президент Харрис. Это и виноват в этом Трамп, потому что он на праймере с азерблюканской партией заставил их заменить прежних таких традиционных азерблюканцев кандидатами таких маргинальных придурков, фанатиков Трампа. Каких многими, впрочем, даже, самое удивительное, их много судей русскоязычных в Америке, и даже в Украине они есть. И вот эти назначенные Трампом кандидаты провалились. И в результате республиканцы получили нестандартное в большинство 20-15, а вот 1-2, что всеми наблюдательными аналитиками рассматриваются как поражение. И самый главный внутрополитический вывод из своей ситуации, Трамп же собирался 15-го часа объявить, что он идет на 24-е года, он никогда не будет номинирован республиканцами. Республиканцев появилось много собственных, честолюбивых, традиционных кандидатов. Ну и, кстати, большинство вот этот традиционный... Чем этот вопрос важен для нас, в Украине? Вот это традиционное большинство, оно поддерживает Украину не меньше, чем демократы. Даже они часто критикуют Байдена, что он не даст... и справедливо, что недостаточно помощи, оказывается, там не выдается самые современные образцы оружия и так далее. А Трамп совершил еще одну идиотскую ошибку. Ну, может быть, в силу вот своей странной привязанности к Кремлю. Кремль ему все время аплодировал. Ведь его кандидаты кричали, что мы не дадим больше ни цента на поддержку Украины. Мы в первый же день... И это шло наперекор с широким общественным настроениям. Ну, короче, с Трампом в Америке покончено. Это внутрополитический вывод номер один. А поддержка Украины не ослабеет, а наоборот даже скорее усилится. Особенно на фоне украинских побед. Ничто, вот в связи от Украины, ничто так не усиливает поддержку Украины, украинской армии, как ее победы. Вы же помните, в начале был основной аргумент вот этих трампистов, путинистов, полезных буржуазных идиотов. В Америке вот такой нарратив. Да, конечно, Украина – это жертва агрессии, это правильно, что мы... Но они же никогда не смогут победить русских. Ну что вы. Поэтому, может быть, зря вбрасываем деньги, оружие. Надо что-то договориться. Перемилие огня, прекращение огня. По линии, которые сейчас... Ну, короче, зафиксировать российские территориальные превратения. Потом, уже после Киева, особенно после Харькова, появился новый, что Украина, может быть, победит. И сейчас вот путинская агентура... Но они очень искусственно работают. Они выбрасывают такое... Слушайте, если Украина победит, и до какого же степени отойдет? Россия-то развалится. А там же ужас. Россия напичкана ядерным оружием. Там начнется бардак, смута, война региональная. Нам это нужно или нет? Нет, как-то лучше, чтобы Украина побеждала, но не очень побеждала. Но так не сильно, так осторожно побеждала. Не сильно, потихонечку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова